Почему я начал заниматься бизнесом? Ну, бизнесом я начал заниматься просто жизнь заставила. Я в реальности занимался наукой. Я по образованию физик, я одержик. В 86-м году после окончания Московского инженера физического института я приехал в Алмату с идеей продвигать науку в Казахстане. Ну, как выяснилось, наука в Казахстане не очень сильно кому была нужна. И начались самые простые бытовые проблемы. Я приехал, в то время были правила. Нужно было для того, чтобы устроиться на работу, иметь прописку, паспорт и ставить. Ставили штемпель, ты прописан по такому-то адресу, в таком-то городе Алматы. И если у тебя есть прописка, ты имел право устраиваться на работу. Но я был молодой специалист, когда заканчивали учебное заведение. Был такой, так называемый, статус молодого специалиста. Я приехал из Москвы по разнорядке. Меня отправили в Казахстан государственный университет. И по закону Казахстан государственный университет меня должен был принять на работу. Но он меня не принимал, говорил, что у тебя нет прописки. В общем, прописка есть, на работу примем. Нет прописки, на работу не примем. С другой стороны, существовал закон, который обязывал университет меня принять. В общем, собственно, я и завис в воздухе. Я родом не из Алматы, из сельской местности, из села Вановка, Тюркбаска, военно-ченькинской области. И поэтому мне сказали, ну, у тебя прописки нет? Как мы тебя возьмем? Я говорю, я не знаю, ставьте мне прописку куда-нибудь, где хотите сделать прописку. И в итоге я встретился с ректором Джолда Сбекова. Как его все называли? А дядюшка Джо. Человек, он был суровый, его все боялись. Он считался другом. В то время первой секретарь был Кунаев. И он считался другом Кунаева. Когда в какое-то совещание, обычно дядюшка Джо, Джолда Сбекова, связи с ним рядом. Вот. Но я пришел к нему. И у него приемный день пришел, чтобы сказать, что это происходит, почему меня на работу не принимаете. Пока я сидел приемной, я, честно говоря, был из-за Венчины, я все проще, температура у меня тела повышалась. Я злился, у меня там протест нарастал. Почему? Потому что там была такая кнопка, он такой звук издавал. И человек заходит, секунд 30 он не выходит, а вылетает, как проб. Бам, вылетелся. Следующая кнопка нажимает, следующий заход. И так, в 30 секунд вылетел. А дело у меня было не 30 секундное. Я, конечно, внутри уже был заточен. Типа, как это я что, зашел через 30 секунд, вылечу, мне так скажут нет. Думаю, нет, я никуда не пойду, до тех пор, пока свой вопрос не решу. Ну и захожу к нему и говорю, вот такая ситуация. Вы меня обязаны принять, вы ректор, вы обязаны принять. Он говорит, слушай, у тебя прописки нет. Все, ладно, все будет. Я говорю, нет, подождите. Я не собираюсь никуда выходить. Пока вы меня не решите, я никуда не уйду. Он такой, ты что такой? Ты кто такой? Откуда ты взялся? Езжай к себе на родину, в Шенкентский август. Я говорю, слушай, почему здесь родина? Вот статья такая-то, вот закон, вот то-то. Давайте исполняйте, что вы тут мне тут на кнопки нажимаете? Он такой, ух ты, какой интересный мальчик. Потом говорит, биздынг баламс. Он сам родом из Шенкента, биздынг баламс называет. Нажимает на кнопку, вызывает проектора. Ергожин был такой. Говорит, ну а хорошо? Куда жит? Ну и вот так сели, нам чай понесли. И он такой заинтересовался. Я оценил. То есть он меня мог выгнать, по сути дела. Но он сам, видимо, в свое время проходил, боролся. Он энергичный, у него известный. Известный был человек в Казахстане. Ну и я видел, что я начал упираться, ссылаться на закон. Сказал мне, я ваш кабинет никуда не покину. Он сразу, наоборот, стал ко мне хорошо относиться. И, собственно, он мне помог устроиться на работу тогда. Мне где-то в общежитии прописали, я стал работать физиком. Меня взяли сначала инженером, а потом на хозяйственных, так называемых, хоздоговора были научные. И потом меня взяли через какое-то время влачном научном сотруднике одного лаборатории. Вначале у меня была зарплата, я просто ее хорошо помню. Зарплата была 120 рублей. Ты когда заканчиваешь институт, все абсолютно одинаково получаешь. Как выпускник института, идешь на должность инженера, тебе платят 120 рублей, за вычетом всех налогов получаешь на руки 106 рублей. И, в общем-то, 106 рублей каждый месяц у меня оставались, если считать еду, все мелочи, даже одежду не покупаешь. У меня на руках оставалось 10 рублей чистыми. Просто проезд, питание, проживание в общежитии, и у тебя на руках остается чистыми 10 рублей. И я себе ходил, думал, мне надо брюк купить. Я ходил в ЦУМ, каждый раз приглядывался к этому, что она в то время была дефицит. В общем, я эти деньги накопил в течение пяти месяцев и купил себе брюки. Вот такая зарплата была. То есть даже не то, что одежду, ограниченное питание, транспорт, собственно, и все. Вот на это хватало больше ни на что. Я жил в общежитии, жил в институте Алиной физики, это поселок Аллатан. У нас с Алмой была комната. Сначала 9 квадратов, там одна кровать, в углу у нас стояла коляска, телевизор стоял черно-белая на подоконнике и такая тундочка, где мы, ну, скажем, завтрак или обедали и так далее. Вот. туалет был в конце коридора, души не было, там была только баня в поселке. Это целое было приключение, чтобы поехать помыться. Мы специально ездили в Алма-Ату, это у нас весь день уходил, чтобы пойти помыться. Вот напротив была семья, 20 квадратных метров, там их жило 9 человек в комнате. Четверо детей, муж с женой их 6, их мама 7, их братья и сестры, 9 человек жили, где-то 19 квадратных была комната, 9 человек жили в одной комнате. Вот. И они жили так больше 20 лет. Поэтому я не хотел такую жизнь. А в то время понятия оппозиция, партия вообще не было. Единственной партией было КПСС. Слово оппозиции мы даже не знали, что она вообще может существовать. То есть протестовать против кого, против чего, там никаких шансов, что называется. Вот. Где-то в апреле 90-го года я взял отпуск на своей работе. Уехал в Москву, поступил в аспиратуру, хорошо сдал экзамены, вернулся, а на работе уже узнали. Я не знаю, как они узнали, я никому не говорил, Алма никому не говорила. Ну, у меня руководит приглашает и говорит, слушай, ты в аспирантуру поступил? Я говорю, да. А когда ты хочешь уехать? Я говорю, в декабре. Я взял специальный перерыв с апреля до декабря, чтобы где-то за полгода ну, что-то какие-то деньги заработать и потом в Москве жить на съемной квартире. Вот. Он говорит, ну, а что ты уже полгода будешь работать как бы человек временный, а нам нужны люди, которые будут постоянно продолжать, как наш постоянный сотрудник. Предложил мне уволиться. Я, конечно, уволился. Тогда увольнение приводили к простым последствиям. То есть, это было ведомственное общежитие. Я должен был уехать из общежития. Куда-то. Зарплаты нет. А если ты уходишь из общежития, у тебя нет прописки, раз нет прописки, ты не можешь нигде работать. То есть, ну, по сути дела, тебя выбрасывают на улицу. Вот. Ну, так получилось, что мама там с комендантом общежития договорилась за бутылку водки, чтобы он нас не замечал, что мы там живем. Я, в свою очередь, интенсивно решил заработать деньги, ну, чтобы как-то уехать. Начал заниматься репетиторством. Я просто брал аудитории пустые, смотрел на график, график преподавания, там преподаватель, там график был, смотрел, какие аудитории свободны, и ко мне записывались студенты, ну, не студенты, а битуренты. Сажал класс по 10 человек. Тогда, ну, у меня был, считался хороший диплом, я был там востребован, мне приводили своих детей преподавателей, считал, что я хороший специалист, и ко мне был постоянно спрос, ну, набор был большой, я 10 человек, за час берешь 5 рублей, с ними 2 часа позанимался, 10 человек, уже 100 рублей. Ну, ну, я за неделю зарабатывал больше 1000 рублей. Ну, что такое больше 1000 рублей? Если ты в месяц зарабатываешь навыки, получаешь 106 рублей, а тут за неделю больше 1000. Я был удивлен, конечно, но я, мне нужно было заработать 5-6 тысяч, я начал очень быстро зарабатывать, но мама у нас тогда вообще, что называется, сошла с ума, когда увидел такое количество денег, побежала мне, купила костюм. Я говорю, зачем ты мне костюм покупаешь, мы должны накапливать, она, нет, ты еще сейчас заработаешь, вот тебе костюм, ты должен прилично выглядеть, за 100 рублей костюм какой-то купила, это месячная зарплата, это мрач себе такое не могу не позволить, я-то нашла она там, в магазине, товары выбросила, в то время был дефицит всего, абсолютно всего, туалетная бумага, макароны, еда, соль, сахар, зубная паста, ну, она вообще просто нужна за всем этим, охота выбегать, чтобы купить, это целая проблема была, тут раз, она пошла купила, не удержалась, такой костюм, такой костюм, в общем, костюм купила мне за 100 рублей, вот, первые тысячи я за неделю, и буквально, там сезон короткий же, там где-то месяц всего лишь студентов готовишь, я где-то вот несколько тысяч рублей одним ударом заработал, раз и все, вот, а потом, я уже понимал, что надо на чем-то еще, я начал заниматься так называемым посредничеством, то есть, ты знаешь у кого какой товар, это был период, когда 90-й год развивалось так называемое кооперативное движение, если бы это было чуть раньше, лет 5 назад, скажем, то тогда этого еще не было, а кооперативное движение приблизительно в конце 80-х пошло, вот, начинал заниматься посредничеством, в чем этот принцип заключался, но ты узнаешь, что кто-то что-то продает, например, коопировальный аппарат, я все время продавал коопировальный аппарат, компьютер, но в глаза этого не видел, мне говорят, у него есть там какой-то коопировальный аппарат, я говорю, сколько он стоит, себе записывал, потом бегал там и спрашивал у других, в общем, это вот такой был примитивный бизнес, назывался заниматься посредничеством, вот, ну, и на самом деле первые деньги, 2,5 тысяч рублей я заработал, очень интересно, а в том селе, где я жил, там был такой кооперативщик, который считался таким богатым человеком, он хотел купить японскую машину с правосторонним рулем, в то время только, когда их начали завозить, они шикарно смотрелись на фоне Жигулей его, вот, и ну, один мой знакомый сказал, что нашел у него есть продавец, который продает машину, мы с ним договорились о разделе прибыли, вот, потом я посмотрел эту машину с правосторонним, конечно, был в восторге, съездил к себе в вановку, привез этого кооператора, тот купил, сказал, теперь меня все будут уважать, такой машины ни у кого нет, ого, спасибо тебе, в общем, предварительно, это краткосрочная операция, за один раз заработал две с половиной тысячи рублей, еще раз, если ты вместе зарабатываешь навыки, получается, сто шесть, раз операция, ты заработал две с половиной тысячи рублей, вот, ну, и уже какие-то деньги мы собрали, вторая операция была, это я очень хорошо помню, я одним ударом заработал двенадцать с половиной тысячи рублей, это я, опять же, там, нашел санаторий, в Туркубасском районе, которому нужно продать компьютерный класс, я слетал в город Николаев, в Украину, это, как я это нашел, объявление газетов, центральные известия, там, других, продаем компьютерный класс, телефон, я позвонил, Николаев, у вас есть компьютерный класс, в то время интернета не было, там, факс, мы еще тогда глаза не видели, он просто сказал по телефону, я туда полетел, вот, прилетая в Киев, в аэропорт в Борисполе, и смешно было, таксист спрашивает, я говорю, доведешь же до железнодорожного, да, сколько заплатишь, в Москве, чтобы доехать до железнодорожного вокзала, в то время нужно было заплатить, по-моему, 100 рублей, если я ошибаюсь, это 100 рублей, чтобы это, ну, довольно дорого было, но мы платили, вот, ну, я так думаю, ну, Киев, думаю, меньше, чем Москва, там, ну, наверное, там, поделю я, пожалуй, на 4, я так спрашиваю, сколько заплачешь, я так подумал, говорю, 25 рублей, вот так обрадовался, я думаю, ух ты, черт, наверное, я много продажил, потом я узнал, оказывается, у них было 5 рублей, чтобы не ели, то есть я ему сказал 25, и он с ума сошел, почему он меня довез до этого, на железнодорожный вокзал, везде забастовки, все со знаменами бегают, что-то там, центральная площадь забита, там, вообще не проедешь, в общем, я как-то и как упал на железнодорожный вокзал, билетов нет, гостиниц, мест нет, в то время, в Советский Союз, гостиницы, невозможно устроиться, в принципе, жить негде, спать негде, гостиницы нет, думаешь, что делать, вышел на платформу, иду, и эта женщина в форме железнодорожной, я говорю, слушай, женщина, помогите, уехать Николаев, она говорит, а я как раз проводник этого поезда, я говорю, билет не могу купить, она говорит, нет проблем, назвала мне сумму, я зашел в поезд, сел, и вагон весь пустой, я говорю, а где пассажир, билет не продают, она говорит, никого нет, и потом оказался в соседнем вагоне какой-то военный, нас двое, весь вагон пустой, мы вдвоем ехали, всю дорогу там, ну, он из соседнего вагона просто ко мне пересетел, что-то в поле сидел, вот так я доехал до города Николая, приехав, там в каком-то полуподвальчике, они вручную клепают эти компьютеры, микросхемы, пластмасс сами бьют, о, там, ну, по программам какая, там детские игрушки, все прочее, годится, тот, кто у меня покупал, не знал, что такое компьютерный класс, и я его первый раз в глаза видел, в общем, я говорю, покупаем, деньги, у меня эти переводят, куда я говорю, прям Николаев, Средский Союз, все так по телефону, даже бумагу, счет нет, договора нет, ничего, по телефону переводят, на слове, значит, я покупаю, и, значит, уезжаю, говорю, ты мне привезешь, ни договора нет, ничего, просто пальцем показал, ты мне здесь сделаешь, и все привезешь, и он говорит, окей, и вот они приезжают в Алматы, из Алматы нужно было везти в Чакубас, это, ну, вечером садишься, рано утром там, 6 часов утра, ну, и, значит, у нас в Мадини, в то время, это 90-й год, в Мадини 2 года, она маленькая, мы с мамой, с мамой, значит, идем на железнодорожный вокзал, и там на тележке, коробки деревянные, сбитые, и два украинца, здорово, в таких мужиках, тележки катят, потом мы игручка взяли, тележки катят, и тут какой-то лейтенант, покажите, пожалуйста, документы, уже поезд, сейчас собираюсь уезжать, я говорю, слушай, лейтенант, ты что пристал, какие документы тебе, ты занимаешься, и ты преступник лови, я тогда удивился, как я в ситуации критические, начал совершенно разговаривать, так, как требовало время, ситуация, и он со мной спорит, я этим говорю, грузите, они грузят, грузят, груз, последний груз начинает загружать, а я в это время спорил, лейтенант, и в это время поезд поехал, и значит, алмаз, смотрины там, эти двое, здорово, похоже, как стоят, растерянные, я им говорю, быстро запрыгайте в поезд, они в поезд прыгают, и мельсинер мне дергнет за рука, кричит, документы покажи, документы на компьютере, я говорю, оставит меня, а поезд уезжает, я его догоняю, и там стоит кондуктор, и кричу ей, стоп кран, стоп кран, стоп кран, она такая, как зомбированная, берет, стоп кран, нажимает, и поезд останавливается, я этому мельсинеру говорю, вот ты гад, залетаю в этот самый, в поезд, и там сначала состава, бежит целая бригада этих сотрудников этого поезда, они все в форме, и такая толпа бежит, я беру просто дверь, баррикадирую, закрываю все изнутри, бегу в другой конец, и просто весь вагон забаррикадировал, а женщина, кондуктор, кричит, что вы делаете, я ей даю 5 рублей, говорю, все, молчи, сейчас поедем, она взяла 5 рублей, говорит, нас много, нужно еще, я ей раз ищу 5 рублей, хватит, она говорит, хватит, но в то время это большие деньги были, то есть, в той критической ситуации, я мне раньше воспринимал, как это так, можно взятку, даешь и так далее, это неудобно, некрасиво, а тут прям в критической ситуации я сделал то, что требовала бы, та ситуация. В общем, я ей дал 10 рублей, они там стучались, стучались, я просто не открывал, она тоже не открывала, и в общем, короче, мы когда проехали, дороги мы уже открыли, другие пассажиры зашли, уже на следующей станции, значит, они ко мне подбегают, я к кондуктору, иди с ней разберись, с ними разберись, она с ним пошла, пошепталась, деньги поделили, все, нет проблем, и, собственно, доезжаем мы до станции Тюрегубас, поезд стоит 2 минуты, за 2 минуты мы раз, 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 все в толку раз, на коробке, приезжаем, нет, части блока нет, от этой техники, он без этого не работает, куда вы ехали, на поезде, то есть, фактически, все это было, он сказал, директор, санаторий, а я у тебя не приму, он же не работает, думаю, что делать, мы, короче, с моим отцом, сели на Жигули, и за поездом погнались, догнали его в Чемкенте, нашли на какой-то тупике, зашли, подняли, вагон себе зашли, оказалось, блок, в этом спецсидушке положили, мы его нашли, и вот, все нормально, сдали, я заработал 12,5 тысяч рублей, с этой сделки, вот, ну, а, уже для Москвы было достаточно, для Москвы нужно было 5 тысяч рублей, а тут 12,5 тысяч рублей, там, 2,5 тысяч рублей, там, репетиторство, да, это была цель такая, в Москву уехать, вот, но, еще время было, я начал стремительно зарабатывать деньги, где-то, наверное, я собирался в декабре, 90-го года уехать, в аспирантуру, сентябрь, октябрь, ноябрь, я уже там какие-то сумасшедшие деньги зарабатывал, где 100 тысяч, где еще 100 тысяч, в общем, какие-то деньги такие зарабатывал, зарабатывал, вот, прониклик успел разориться, свои деньги, потом, деньги мне сделали предоплату мои друзья, с которыми я учился в институте, 30-50 тысяч рублей, с Украины, те самые, которые мне продал, а, точнее, у которых я купил технику, компьютеры, так называемые компьютеры, самопальные, они мне отправили деньги на лес, в общем, эти деньги я потом купил яблоки в Алмате, яблоки оказались гнилые, я потерял деньги, потом, более того, начались реформы денежные, вот это по 50-100 рублей купюру признали недействительными, в банке эти деньги были наличными сняты, и все, что у меня оказалось на руках, оказалось, оно еще не стоит, то есть, я все деньги, которые у меня были, все почти потерял, то есть, я разорился, все сильно заработал, разорился, вот, а потом, получилось так, мне вот, товарищ из Кемерово, армянин, мы купили вино, виноматериалы, так называемые, в Узбекистане, но это время, все равно, какое-то новое старство было, Советский Союз еще был, отправили в Кемерово, и я все, что потерял, все снова восстановил, и вот у меня, тогда, я просчитал, столько денег, что смысла не было, куда-то ехать, я просто понял, что я...